Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для меня в музыке и в песне главное это текст Первое на что обращаю внимание Считаю, что если нет смысла в песне Тогда зачем она в общем-то нужна Каждый человек приносит свои музыкальные идеи И мы что-то делаем, пытаемся сделать интересную музыку То есть у нас нет определенного Вот какого-то жестко заданного стиля Мы играли там и регги, и панк, и ска И там еще какие-то русский рок, фолк Какое-то вот, разное направление Но стараемся каждый раз сделать что-то интересное Новое движение это очень сложный проект Сложный именно для тех, кто его делает Потому что не так уж много людей задействовано в нем Ну я имею в виду непосредственно То есть те, кто есть организаторы И те, кто выполняет все это А те, кто приезжает Им, ну можно сказать, труднее всего Потому что они должны показать себя Они должны показать себя настолько хорошо Что получается Не просто так издалека ехали Не просто так тратили деньги На какие-то костюмы Заморачивались, придумывали Какие-то особенные ходы При создании проекта Мы хотели сделать нечто похожее Фестиваль на Николаевской Который, как момент и имел уже огромную популярность Но в телевизионном поле Поскольку у нас, в общем-то, всегда был дефицит Молодежных программ Мы здесь были свободны Мы могли-то как-то сделать по-своему И, в общем-то, ниша была свободная У нас было три сезона Начиная с 2010 года Если мне память не изменяет В первом сезоне у нас участвовало Все талантливое, что было в Оренбурге Это было шоу талантов Начиная от танцев и футбольного фристайла Заканчивая рок-музыкой А во втором сезоне это стал чистый музыкальный конкурс Абсолютно без всякого формата Без стилевых ограничений Это мог быть хип-хоп, рок, электроника Все что угодно В том числе кавера В третьем сезоне тоже осталось то, что нет формата Нет стилевых ограничений Но уже только авторский материал То есть группы приносят ту музыку, которую они пишут сами Своё творчество Никаких перепелок Я думаю, что для участников, конечно, значение переоценить трудно Потому что, во-первых, они получают качественно записанную свою песню Как на видео, так и на аудио по качеству И они получают возможность, естественно, показать это знаменитым людям У которых большой огромный опыт по оценке такого рода творчества В нынешнем сезоне у нас, во-первых, экспертов больше, чем было в том На каждый выпуск То есть у нас по шесть экспертов Комментируют участников в видеовыпуске В видеороликах И часть комментариев идет в писанном виде на сайт Там всегда можно почитать какие-то дополнительные комментарии Которые не вошли в выпуск Это люди, представители шоу-бизнеса Среди них есть рок-звезды Такие, как Вячеслав Бутусов Ну, всем известный, я думаю, культовый музыкант Найк Борзов, Иван Игнатов Как новинка у нас сейчас появились эксперты уже из-за рубежа Во-первых, это Игорь Роллинг Музыкант русского происхождения Который сейчас живет в Австрии И играет там в актете с музыкантами из Ленского оркестра И они не просто ставят оценки А дают комментарии Причем в этом сезоне у нас подбираются вообще потрясающие эксперты Которые дают какие-то советы Вот именно те, из которых молодые музыканты смогут что-то извлечь И потом-то пусть есть нужное русло Нам нужно расширять свою аудиторию Это оказалось, ну, поначалу весьма простым таким занятием Но оказалось, что это достаточно сложно Расширять свою аудиторию, чтобы она знали все Чтобы она знали многие Вот, то есть нужна как бы хорошая реклама проекту За ходом проекта можно следить на официальном сайте конкурса А также в социальных сетях Где, кстати, уже активно идет голосование за лучшего исполнителя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok